Добрый день дорогие друзья, с вами музыкант Сергей Замбровский и я сейчас хотел бы поговорить на тему о голосах, то есть вот они голоса, вот как определить их высоту, вот не имея больших устройств, там допустим или дома баяна или аккордеона не имею, не имея я. Вот здесь допустим штук 200 голосов, вот здесь находятся 200 голосов и мне нужно их все определить название и распределить вот для вот этой фонотеки, вот она фонотека, здесь написаны все голоса, все их названия, в каждой ячейке будет свой голос находиться. Но чтобы правильно назвать эти голоса, а точнее определить их название, все равно нужно устройство использовать, которое называется тюнером. Вот здесь находится тюнер китайского производства, который 90% показывает правду. Итак, самый простой способ это возбуждать язычок вот этот на любой планке, да, то есть поставить планку вот на какую-то деревянную допустим плоскость в данном случае и вот таким острием возбуждать эту планку, как бы струну оттягивая и бросая. Вот, уже показала, здесь я думаю, уважаемый зритель видел, буква Б промелькнула, еще раз. Вот она, буква Б. Б это значит Си. Очень часто люди не понимают, что такое Б. Б это Си по-русски. Вот, поэтому, еще разок, значит, можно попробовать этот язычок оттянуть. Вот Б он показывает, да, этот тюнер. И обратную сторону. Точно так же он Б показывает. Хорошо. Положим ее в ячейку ноты Си по-русски. Вот. Хорошо. Возьмем другой любой голос. Вот, допустим, планка уже более мелкая, более маленькая. Б. Это снята с какого-либо инструмента, с аккордеона, с гармонией, либо с баянок. Значит, точно так же. Вот уже я только прикоснулся острием этого предмета острова. До диез она показала. Ну, для уверенности, еще раз, надо это почистить, безусловно, эту сторону. Вот. Тогда она покажет и звучит. Вот. Ну, сейчас не буду ее чистить, а еще раз буду играть вот этот язычок. До диез показывает. Окей, это до диез. Теперь очень часто и так далее, и так далее. То есть, любой голос можно определить вот таким образом. То есть, название его и высоту. Вот, допустим, следующая планка. Вот эту возьмем. Фа диез показывает аппарат. Развернем ее. Аппарат показывает фа диез. Если, допустим, не ловит, бывает так, что китайский аппарат слабенько ловит. Значит, тогда нужно голосом продублировать. Допустим, фа диез. Вот он показывает фа диез. То есть, голос человеческий, он иногда громче, чем планка вот этого, с позволения сказать, голоса. Голосовая планка. Также и так далее, и так далее. Любой голос можно определить правильно, благодаря вот такому тюнеру. Вот следующий, допустим. Показывает китайский аппарат, что это э. Э, е, ми. Вот он е показал, да. С другой стороны развернем еще разочек. Вот. Он, значит, доказывает и показывает, что это нота ми, е. Вот. Также можно голосом продублировать, и тогда точно уже будет все ясно, какой это голос. Вот ми показывает. То есть, если слабенько у вас берет аппарат, да, или слабенький голос, то, значит, ту же высоту можно голосом продублировать, и тогда аппарат покажет точно. Хотелось бы в этом коротеньком видео также сказать, что иногда аппарат показывает цифры. Цифры, дорогие музыканты и коллеги, не нужно думать, что это октава. Первая, вторая, третья цифры. Этот аппарат показывает струны. Вот достаточно сейчас мне нажать вот здесь, значит, вот эту левую кнопку. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, допустим, сейчас он... Ля-ля-ля-ля-ля. Вот он остановился, но он не остановился, а он дает... Вот здесь покрутить, если... Это он дает звук уже готовый. Ля дает. А дает. А дает. Вот он дает сейчас ля-диез. То есть, ну, звуковой идет поток от этого аппарата. Вот это вот идет нота Си. Иногда пишется, что это Х, Х, Х. Ну, сейчас все аппараты во всем мире выпускаются так, что вот это будет означать ноту Си, Б. Дальше. Ну, это нота Си. Си это до по-русски. Это до диез будет по-русски, если сказать. Это Ре будет. Де это Ре по-русски. Это будет Ре диез чуть-чуть выше. Теперь будет Е или Э, это нота Ми. И так далее, и так далее. Поэтому очень часто возникают здесь и цифры всевозможные. Но цифры, еще раз повторю, что это будет уже... Будет струна от гитары. Потому что сейчас выпускаются такие аппараты, что они очень часто показывают цифры. Цифры, значит, это значит, что вторая струна, третья струна, четвертая от гитары и так далее. Поэтому нужно всегда помнить об этом, что цифры означают номер струны. Вот. Допустим. Ну, а сейчас хроматизм идет. Вот. А затем переключается он, и вы издаете какой-либо звук голосом, либо вот планкой, которую я сейчас и только что показывал. И он точно покажет, какой тон идет от этого голоса. Вот, допустим, еще раз возьмем вот этот голос. И посмотрим на его звучание. То есть, безо всяких дополнительных нагнетателей звука, вот уже до диез он показал. А, виноват. Вот он ля показывает. Ля. То есть, ну, можно повторить раз, два, три, четыре. Развернуть. Он показывает ля. Но то ля. Итак, всего доброго. Ставьте лайки. На все видео сотру. С вами был музыкант Сергей Замбрувский. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...